друзья всем привет с вами татьяна отличного нам всем настроения и сегодня я вам хочу рассказать что делать с вытянувшейся рассадой помидор у меня рассада стояла на окошке без подсветки и немножечко под вытянулась вот смотрите то есть вот так это выглядит с подсветка меня в основном стояла петунию помидорки вот некоторые не вытянулись некоторые вот нормально у меня каждый сорт посажем в отдельный контейнер а некоторые под вытянулись ну что я хочу сказать ничего страшного в этом нет абсолютно учитывая что рассада помидор вообще любит пересадку и поэтому чем чаще мы ее пересадим тем лучше для нее первую пикировку я произвожу вот в такие стаканчики вот такие вот стаканчики вот это обычный такой одноразовый стаканчик причем я их использую даже не один год ничего не бывает и вот кто такие какие-то продукты тоже кушает я оставляю тоже эти стаканчики для чего нам нужны именно высокие стаканчики высокие стаканчики нам нужны для того чтобы заглубить вот этот вот стебелек вот который у нас вытянулся мы его весь заглубляем при пикировке то есть вот до этих вот первых листочков то есть вот насколько она у вас вытянулась это все мы в землю в стаканчик заглубляем поэтому берем высокие стаканчики но не очень большие для первой пикировки и потом будут дополнительные корешки именно вот от этого стебля поэтому я даже не волновалась когда мне рассада немножко вытянулась даже это хорошо сейчас вам покажу каким образом это делается то есть берем вот этот стаканчик я ложечкой насыпаю в него землю насыпаю буквально вот на донышко две ложечки чайные у меня насыпаю на донышко дальше я этой ложкой подцепляю росточек саженец помидорчик а вот эти вот он с комом весь у меня подцепился вот так вот ничего не повредилось и дальше также с комом я вот сюда в стаканчик ставлю так ножка приминаем и смотрите что происходит то есть у нас вот это саженец сейчас моего немножечко туда вот чтобы земелька там примялась он получится почти на уровне вот этого края то есть вот эти вот листики которые самые первые они почти на уровне края получится сейчас мы эту же ложечка мне очень удобно засыплю туда земельку засыпаем приминаем вот так вот аккуратненько со всех сторон чтоб у нас там пустот не было то есть обязательно как следует туда все это примять вот дальше до конца ну вот смотрите что у нас получилось получился замечательный саженец помидорчик а вот от стебелечка пойдут дополнительные корешки там стаканчики и все будет замечательно то здесь вот вроде мы думаем ой надо же вот все вытянулась рассада что с ней делать то ничего страшного особенно если это помидорки вот таким вот образом распекировали вот первая пекировка ну желательно конечно в дальнейшем вот давать все-таки подсветку уже этим растением чтобы они уже у вас дальше не вытягивались это уже не желательно чтобы они у вас были здоровенькие коренастенькие лучше все-таки организовать подсветку какую-то но у меня вот я вам уже показывала вот эти вот лампы сейчас вот на улице солнышко выглянуло так было пасмурно дождик шел сейчас выглянул хорошо но все равно у меня вот лампами все подсвечивается вот эти вот томатики у меня тоже уже распекированы вот видите вот они томатики тоже были переросшие и вот мои наклеечки вот так вот я подписываю то есть это одноразовый ой вернее малярный скотч вот маркером для сиди дисков который не смываемой подписала буду пересаживать больший стаканчик отклеиваю эту бумажечку приклеиваю на другой стаканчик вот кстати очень удобно оказались вот эти вот высокие тоже смотрите название томата гаргамель первый год сажаю такой томат поделились со мной семенами очень интересные такие коллекционные семена интересно что вырастет вот то есть вот таким образом пикирую томатики не первый год уже так делаю все хорошо с ними следующее конечно уже будет пикировка в более крупные стаканчики больший объем конечно то есть вот буду смотреть уже по мере роста так что осталось еще вот раз пикировать вот видите тоже они под вытянулись опять же игры ничего страшного какие-то не вытянулись более-менее нормальные так что занимаюсь пикировкой и ждем отличных урожаев чего и вам желаю друзья всего вам доброго